Всем привет! Вы на канале Роботуб. Когда Илон Маск показал со сцены Тесла Кибертрак, многие восхитились от такой новинки. Оказывается, не только Сайбертраком богата семья электрических пикапов. Их куда больше, и некоторые из них можно купить уже сейчас, а какие-то выйдут очень скоро. Представляем 6 самых лучших электропикапов в автомобильной индустрии. Поехали! Тесла Кибертрак Кажется, что даже те, кто не следит за новинками, знают об этом футуристичном электрическом пикапе. Тесла планирует предложить Сайбертрак в трех вариантах. Трехмоторная, двухмоторная и одномоторная версии. Первые две будут на полном приводе, а последняя только на заднем. Она же будет являться базовой моделью. Цены будут начинаться от 39 тысяч долларов за одномоторный вариант, а трехмоторный будет стартовать от 69 тысяч долларов. Старт продаж пока запланирован на конец 2021 года. Никола Бетгар Никола больше всего известна о своей работе по выводу на рынок автомобилей и полуприцепов с топливными элементами, но в марте этого года компания решила бросить вызов рынку электрических пикапов. Машина объединит батареи и система элементов с водородным топливом, чтобы создать довольно привлекательные характеристики. Компания заявила, что грузовик должен иметь пиковую мощность в 906 лошадиных сил. При этом машина способна проехать 960 километров. Остальной пробег обеспечивается системой топливных элементов, но проблема в том, что инфраструктура систем заправки таким топливом отстает даже от инфраструктуры зарядки электроавтомобилей. Никола уже заявила, что планирует помочь решить проблему и построить 700 станций заправки водородом в США. Но несмотря на это, водороду еще предстоит пройти долгий путь развития. Rivian R1T R1T Rivian вызвал огромный интерес. Более того, благодаря предстоящему выпуску электромобилей, компания завоевала доверие и даже обеспечила притоки инвестиций таких компаний, как Amazon и Ford. R1T сможет преодолеть 1 метр брода, а пробег составит 640 километров максимальной комплектации. Rivian предложит два других варианта батарейных блоков, которые должны обеспечить пробег 480 и 370 километров соответственно. Будет предлагаться комплектация мощностью 700 лошадиных сил с возможностью программной разблокировки еще большей мощности. Компания считает, что ей удалось найти правильный баланс между электромобилем, на котором люди могут ездить ежедневно, но при этом не побояться съехать с дороги. У него даже есть множество соответствующих изящных аксессуаров. Производство должно было начаться в этом году, но компания отодвинула дату на фоне коронавируса. Цены стартуют от 69 тысяч долларов. Лордстаун Эндуранс Лордстаун Моторс – новичок в электрической гонке пикапов. Компания ужила после покупки завода Дженерал Моторс в Лордстауне, штат Огайо. В прошлом году Яна сразу же обнародовала планы своей первой модели пикапа Эндуранс. Более подробной информации о самой машине пока нет, но известно, что в ней будет реализована необычная технология. Пикап будет иметь моторы в колесах. Первоначальная компания планировала показать готовый прототип на Международном автосалоне 2020 года в Детройте. Но, к сожалению, пандемия коронавируса отменила мероприятие. Теперь показ машины перенесли на лето этого года, и она будет в формате онлайн. Тем не менее, машину уже можно призаказать по цене 52 500 долларов. Первые клиенты должны получить свои автомобили в январе 2021 года. Атлис XT Атлис произвел сенсацию в начале 2019 года, когда объявил о своем электрическом пикапе XT. Хотя до сих пор нет точной информации. Компания планирует предложить двойную версию XT, которая может буксировать до 15 тонн. Пневматическая подвеска обеспечивает дорожный просвет 12 дюймов. Атлис также заявила, что хочет предложить автомобиль с пробегом 480, 590 и 800 километров. Цена должна стартовать от 45 тысяч долларов, что кажется довольно амбициозным. Но члены клуба фанатов марки смогут купить машину по подписке за 700 долларов в месяц. В эту сумму войдет страховка и обслуживание автомобиля. В зависимости от комплектации, ежемесячная сумма может стать выше. Боллинджер B2 Боллинджер B2 – это пикап-версия первого автомобиля молодой фирмы из Мичигана – внедорожника B1. И он имеет схожие технические характеристики и близкую философию. В целом, B2 – это достаточно простой автомобиль, даже несмотря на цену в 125 тысяч долларов. Мощность будет 614 лошадиных сил, а буксировать машина сможет почти 4 тонны. На борт машина сможет взять чуть больше 2,5 тонн груза. Изначально машина должна была появиться в прошлом году, но теперь сроки сместились, и мы говорим уже о 2021 годе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok